Музыка Для начала хочу поблагодарить всех тех, кто откликнулся на донаты, которые я объявлял в прошлом выпуске, в прошлых двух-трех выпусках на PayPal и карту Сбербанка. Сейчас это у вас на экране и под этим самым видео. Благодарю вас за ваши существенные отклики. Ну, а сейчас к делу. После публикации ложной статьи Льва Аскерова в независимой газете о сумгаидских событиях, в котором, как обычно, азербайджанские топорные головорезы совсем не виноваты, я начал заниматься расследованием над теми именами, кто легко и просто покупается на азербайджанскую антиармянскую пропаганду. И был удивлен тем, что все они имели или имеют довольно темное прошлое или настоящее. Кстати, независимая газета извинилась и удалила материал из сайта. Более чем уволила журналистов, причастных к этой публикации, Аркадия Ханцевича и Андрея Рискина. И когда я наводил справки о них, оказалось, что один работал в Латвии и был изгнан оттуда из-за своих шовинистских взглядов и оскорблений латышского языка. А второй даже не раз был обвинен во взятках и несколько раз приходилось даже оправдываться, что, дескать, ни он, ни редакция взятки не берет. Но после сумгаидского материала Аскерова все же оказалось, что журналист частично был прав. Редакция взятки действительно не берет, но он сам ой как берет, в смысле этот журналист. Из-за чего и был уволен из независимой. Вспомним также азербайджанского топорного маньяка Рамиле Сафарова, зарубившего спящего армянского офицера Гургена Маргаряна в Будапеште. Вспомним, кто его освободил и повелся на деньги и понимание властям Азербайджана. Это премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Стоит напомнить, что Орбан не просто премьер Венгрии, но и лидер партии Фидос, известной радикальной ультраправой идеологии, где во главе угла национализм и национал-консерватизм. Фидос кузен нацистской венгерской партии Йобик, лидером которого является Габо Вона. Любопытен тот факт, что когда состоялось освобождение Рамиля Сафарова из венгерской тюрьмы против его освобождения, высказались тысячи венгров, вышедших на улицы, и все венгерские партии, представленные в парламенте. Все, кроме двух националистических. Это Фидос Виктора Орбана и Йобик Габо Воны. Думаю, человеку с трезвым умом и взглядами этого уже достаточно, чтобы понять, что Азербайджану могут сочувствовать только нацисты, шовинисты, взяточники и финансовые аферисты. Как говорится в известной поговорке, скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. Комментарии дали, думаю, по политике Азербайджана излишне. Учитывая, что Азербайджан всюду пытается представить себя толерантным государством. Вообще, скажу вам, Венгрия Орбана это такой аутсайдер в Европе. Учитывая, что Угры не родственны ни кому-либо из соседей, Орбан рвется то на восток, в частности, к пантюркистским идеологам, то в Европу, но в основном на восток, к пантюркистам. По этой причине в 2019 году Орбан стал участником, кого бы вы думали, Тюркского совета. Состоявшегося в Баку, нацист Орбан, не находя единомышленников, видимо, в свободной от нацистских взглядов Европе, примкнул к Тюркскому совету в качестве наблюдателя. Спрашивается, какое отношение венгры имеют к Тюркскому совету. Разве что предки племен Угоров ходили в Радь Половскую, откуда и заимствовали некоторые тюркские слова, среди которых тот же пресловутый топор, болта, что в переводе на венгерские и тюркские языки. Теперь о людях, сочувствующих Азербайджану, уже в российской прессе. Одна из них Ирина Роднина. Бывшая прославленная фигуристка, защитившая в молодости мундир Советского Союза на льду, все больше и больше стала погружаться в грязь и скандалы. Как мне кажется, это тлетворное влияние ее подруги Оксаны Пушкиной, которая сняла не одну единицу в документальных фильмах о жизни династии Алиевых и на деньги Алиевых, разумеется. Ради такого сотрудничества Пушкина даже ездит в Баку почтить память худжалинцев. А однажды даже подругу Роднину с собой прихватила. Обе женщины не отличаются повышенным законотворчеством в Государственной Думе. Чаще просто судачат или решают кроссворды. Ведь Дума для них это всего лишь средство заработка и хорошая прибавка к пенсии. Умом тоже не выделяются. К примеру, Роднина, как того требуют традиции азербайджанского антиармянского общества, также была уличена в нацистских, российских взглядах, когда президента США Барака Обаму сравнивала с обезьяной. Дескать, дай ему в руки банан, Обама будет вылитая обезьяна. Правда, после скандала Родниной пришлось позже удалить свою запись в адрес Обамы. И это при всем том, что она и ее дочь граждане США. Остается только негодовать нам, гражданам России, какого художника, гражданка Соединенных Штатов, и, кстати говоря, Чехии в том числе, заседает в российском парламенте и решает за меня, россиянина, какая будет у меня пенсия. Она-то после работы в Думе снова вернется в Соединенные Штаты, домой, где ее дочь живет, Алена Меньковская, и получает премии от ЛБГТ-сообщества за защиту прав геев и лесбиян. То есть, вы понимаете масштаб того, как эти законодатели ловко меняют лица. Мама-расистка, дочь-лауреат американских премий геев и лесбиянок. Но эта же семейка учит нас жить в духе азербайджанского мультикультурализма и гомофобии. Так начинайте с себя, со своей семьи. Вот вам еще один пример двуличия друзей Азербайджана. Не могу не сказать и о небезызвестном журналисте Игоре Коротченко, который последнее время так и стелится перед Азербайджаном. И тоже за барышей. Кто такой Коротченко? Итак, позиционирующий себя военным экспертом Игорь Коротченко всю свою биографию только и делал, что шельмовал. Шельмовал и пристраивал свой зад к сильным мира сего. Сначала его прогнали из генштаба за прогулы. И согласно заключению аттестационной комиссии перестал соответствовать должности по морально-психологическим качествам. Затем Коротченко за взятку или еще за какие-то качества, которые известны только ему, получил звание подполковника. В статье newsru.com говорится, цитирую, «Известный военный эксперт нередко лжет и вообще получил звание подполковника запаса незаконно», полагают некоторые СМИ. Более того, один из главных антизападников и антиамериканистов российских телеканалов Коротченко за определенные гонорары гонит на Запад, а за другие, уже западные гонорары, вполне себе гонит обратное. Обратите внимание, на этой фотографии патриот Коротченко в американском посольстве вполне себя сытно чувствует в компании американского военного атташе. Вот вам еще один двуличный друг двуличного Азербайджана. Далее. Политолог Сергей Марков. Весьма одиозная фигура, известная своим антиармянскими выступлениями и протурецкими взглядами. Примечательно, что когда у России ухудшаются отношения с Турцией, Марков пытается отмалчиваться. Его в это время почти не видно. Но как только отношения снова восстанавливаются в нормальном русле, Марков снова на ТВ играет роль адвоката Турции и Азербайджана вместе взятых. Кстати, с 2017 года Сергей Марков является генеральным секретарем российско-турецкого общественного форума. Вместе с коллегой Барабановым стабильно посещает Баку и Анкару. Во всяком случае, азербайджанские СМИ часто пишут об их приезде. Чего это вдруг они туда зачастили? Вопрос на засыпку. Почему не в Ташкент, не в Душамбе, не в Астану в конце концов? Все же Казахстан на одной ноге с Россией. А нет, в Астане минтай. Дешевка в сравнении с белугой. К тому же любопытно, что один из антизападных идеологов России, Марков, понося Америку, 10 лет провел в этой стране, работая научным консультантом Национального демократического института США, откуда его впоследствии выперли, и он вернулся в Россию. А я на минуту так напомню, что Национальный демократический институт США создан никем иным, как правительство Соединенных Штатов и финансируемый Национальным фондом демократии. Штаб-квартира организации находится в Вашингтоне, округ Колумбия. Вот я бы хотел спросить у граждан Азербайджана. Вам не стыдно иметь двуличных друзей? Почему что ни мусор, то обязательно сочувствуют вашей антиармянской пропаганде? Вы не заметили? Все эти фашисты, нацисты, коррупционеры, взяточники тянутся в Вашу страну. Проведите расследование без меня, и Вы придете сами к истине. Это же просто. Выключите ненадолго из подсознания свою национальную принадлежность и осмыслите. А когда осмыслите, снова включите эту Вашу принадлежность. Они с Вами, покуда их кормят деньгами, Ваша власть кормит. Иначе, говоря, они легко уйдут от Вас, как только кормушки не станет. А ведь я еще далеко не всех привел пример. Я не назвал имена антисемитов, арминофобов и вообще ксенофобов, известных таких, как Шевченко, Савельев и многие другие. Почему среди Ваших сочувствующих друзей нет умных, адекватных, знающих историю, например, таких, как Познер, Вассерман, Сатановский, Аббас Джума, покойный Исаев и прочие? Единственное, за кого мне стыдно, это Соловьев. А Вам за всех Ваших питомцев должно быть стыдно, так же, как мне за Соловьева. Должно, если, конечно, есть хоть немного совести. На сегодня все. До следующих встреч в эфире. Еще раз спасибо Вам за Ваши донаты.